Культура. Курские корни интернационального проекта или как расстояние связывают единомышленников. Музыкантов более чем из 10 стран объединил курянин Андрей Сазонов. Творческие достижения и планы, а также неожиданные факты для любителей компьютерных игр в нашем сюжете. Начало проекта «Даунсангтум» было положено двумя музыкантами из Курска и Питера. Со временем в группе присоединяются все больше единомышленников из всех уголков земного шара. Международный проект стал по той причине, что мне стало интересно попробовать перевести песни на другие языки. И быстро откликнулись люди из Японии, из Китая, из Германии и Франции. Поэтому в будущем можно ждать уже песен с переводом на эти языки. Собраться всем составом музыканты не могут из-за удаленности друг от друга. Несмотря на расстояние, ребята уже выпустили три студийных альбома и два сингла. В среднем на запись одной пластинки уходит месяц, неделя, чтобы придумать мелодии, все остальное время, чтобы довести их до совершенства и записать. Любители компьютерных квестов и игр, в которых нужно защищать базу, вряд ли догадываются, кто автор, звучащий за кадром музыки. Родоначальник «Даунсангтум» раскрывает секрет. Саундтреки к трем играм — их творение. Это была «Дилемма-1», в которой музыка была преимущественно электронной. Это была «Дилемма-2», в которой мы использовали электрогитару и некоторые другие инструменты неэлектронного происхождения. И когда уже отгремела «Дилемма-2», мы выпустили «Бэк-ту-бэк», в котором была использована электрогитара по максимуму. Все идеи рождаются в домашних условиях. У Андрея шесть гитар и множество других инструментов. Все они периодически звучат в песнях. На то, чтобы их освоить, времени ушло немного. Главное — понять музыку и почувствовать ее. Новые творческие горизонты уже просматриваются. Проект ведет активную работу над романом, а вся написанная музыка станет его саундтреком.